Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые полевчане! Меня зовут Александр Федосов. Я ведущий программы «Поговорим». Сегодня наша программа в записи, не в прямом эфире, а это значит только одно, что в студии почетный гражданин нашего города, почетный гражданин Полевского Марсель Муртазович Халитов. Марсель Муртазович, здравствуйте! Добрый день! Вот скажите мне, пожалуйста, ну наверняка узнавали, почему вдруг родители нарекли вас именем Марсель? Имя красивое. Что оно в переводе означает? В переводе ничего не означает. Это, видимо, когда ты слышал, что город Марсель из Франции. Вот и пошло это. Есть такой город, конечно же, но я вот вас сейчас удивлю, потому что я при подготовке нашей программы все-таки посмотрел, что оно значит. Имя это произошло от Марса. Можете себе представить? От бога войны Марса. Это воинственный бог? То есть вот этимология этого слова достаточно такая, ну так вот, воинственная? Нет, я в воинственном не рос, потому что я было пять сестер, а самой младшей в семье я был мальчик. Так что деревня... Ну вот, собственно, смотрите, приходилось ведь наверняка защищать-то старших-то самому младшему. Кому как не самому младшему защищать самых старших? Или наоборот старшие защищали? Старшие меня воспитывали, старшие меня защищали. А когда деревня, это деревня, как обычно, верхняя часть, нижняя часть, они вечно дрались. А мне всегда ставили на засаду, типа, посмотреть, наблюдать, что, куда, как и все. Ну, расскажите, а как звалась эта замечательная деревня? Откуда вы родом? Я родом из Башкирии, деревня Кугорчи, на юге Башкирии. Население... Кугорчи – это в переводе? В переводе – голубь. Голубь. По рассказам сестер и бабушка у меня еще жива была. Четыре года, когда у меня было, отца не стало, а мат через год там. Их просто убили, одним словом. Отец был председателем колхоза. Это война, по сути дела, была, да? Да, военное время. Там колхоз... Бандитизм был? Очень богатый. Вот насчет этого, вот, деревня жила богато. Еды всегда было. Вот урожай большой собирали. Отец там присутствовал на выставке народного хозяйства СССР. Но он у вас председателем колхоза даже? Да, он работал. Видимо, кому-то не понравилось, кому-то нету. Ну, времена правда были тогда. Да. Не пожелаешь, как говорят, врагу. Сложная жизнь была на тот момент. И так случилось, что вы остались и без отца, и без матери. Только со старшими сестрами. Меня воспитывали бабушка и пять сестер. Школу тоже там закончили? Школу тоже в деревне закончила. В школе... Ну, школа была вот средняя, 10 классов. Даже к нам вездили из соседних деревень. То есть, деревня большая была, село большая была. Деревня большая была. Там было четыре бригады колхозных. Две сверху, а этом снизу еще две бригады. Ну, мы уже помним, что верх и низ постоянно... Да, да, да. Да, но это же как везде, да? Нижняя, верхняя, нижний Тагил, верхний Тагил, верхняя солдат, нижняя солдат, полевской, северский. Все это мы уже как бы в истории очень хорошо знаем. Развлечение было на Руси вот всегда такое, к сожалению. Но потом, наверное, все-таки что-то поменялось. Сейчас я, по крайней мере, вот таких острых... Нет, сейчас этого нету. Сейчас нет, ну, слава богу. Вот в деревне я окончил 10 классов. Там... Ну, вот подождите, а вот вы вот еще заканчивали, когда 10 классов, 10 классов. Ну, ведь в голове же каждого юноши всегда стоит вопрос. Кем стать? Кем быть? Кем хотели быть? Я хотел... Мечта. Мечта была летчиком, потому что недалеко от вас Оренбургская область. Ну, там 180 километров. А там это... Брусовское. Военное училище было. Да, да. И они вот над нашей деревней все летали, летали. Иногда вот три самолета, пять это... Тренировались, видимо, это все. Я их провожал, встал, из дома выходил, посмотрел. Ну, все, жизнь вмещала летчикам. Ну, комиссия после 10 класса не прошел. Брусовые кровотечения. Смотрите, Марсель Муртазович, я вот сейчас вас слушаю и тут же практически вспоминаю другого нашего гостя, почетного гражданина Полевского, Дамира Юсупова. Вот он и про это самое училище рассказывал, как он его, по большому счету, заканчивал. И про свою мечту, когда смотрел в небо и видел, как он летает уже. То есть, вот смотрите, какая удивительная закольцовка, да? Да. Но у вас все-таки не получилось. Он, кстати, тоже не прошел медкомиссию. По большому счету, как бы вот поначалу, у него, правда, зрение подвело на тот момент, а у вас носовые кровотечения. Да, беспричинные носовые кровотечения. То есть, стенки сосудов... Да, слабые, видимо, я не знаю, там не сказали. Ну, не случилось. Да, не случилось. В таком случае, какой-то запасной вариант ведь был наверняка? Был, потому что в деревне старшая сестра и деть, старшие сестры работали фельдшерами в деревне. О, как. Вот, когда вот еще в 10 классе работали, были у нас лесопосадки, вот, колхоз, чем отличался от соседних деревень, у нас хорошие были лесопосадки. И мы каждый год туда ходили, ну, восстанавливали вот деревни, там, половали, и все. И когда пошел, вот, одноклассник меня вот топором махнул, ветер там, и провел рукой, вот, до сих пор шрам остался. Началось сильное кровотечение. Ну, я рукой прижал, вот, пошли мы в здравый пункт, зять с сестрой, значит, наложили жгут и остановили кровотечение. То есть, по сути дела, полоснули по вене? Да, вот, половина вены там, вот, до сих пор это видно, это. Ну, и все, вот, и это, видимо, решило дальше. А что привлекло, вот, это вот, то, что вот была проблема. Оказание помощи. Да, то есть, вот, была проблема, и вдруг вот нашелся тот, кто взял и вот решил эту проблему. Да, все. И захотелось так же? И мне тоже захотелось, и я поступил в медицинское училище. Думаю, все, значит, уфимское медицинское училище. В деревне еще самодельные лыжи делали из клёна. Вот я все, параллельно я на лыжах все время катался. О, значит, получается, все-таки страсти две. Одна все-таки вот такая вот профессиональная, ну, медицинская, а вторая это вот как раз лыжная, да? Да, как хобби это. Как хобби. И все, а училище поступило, а там сразу это, кто чем занимается. Два года учились там, параллельно с лыжей. Потом я попал в сборное училище там, команду лыжную. И участвовал в соревнованиях, ездили по городам, были в Омске, уши заморозили. Но вот сейчас вот нам показывают фотографию, по-моему, позже сделанную, да? Это уже институт. Я уже после армии, это снимок. И когда окончил училище, нас сразу забрали. А давайте немножечко поинтригуем наших телезрителей. Эту фотографию мы пока попросим убрать и поставить все-таки фотографию из армейской вашей жизни. То есть сам вот она. Вот посмотрите. Вы где здесь? Покажите, какой ряд хотя бы? Второй ряд. Вот командир корабля Шаповалов. Вот капитан третьего ранга. И там за ним я вот... А, все-таки вас видно, вас видно. Вы фактически в центре снимка. Да. Я служил старшим фельдшером корабля. О как! Ну-ка расскажите, вот каково оно быть старшим фельдшером корабля? Чего приходилось делать? Ведь здоровые пацаны. Вот фактически на них смотришь, так знаете, кровь с молоком. А набор был большинство вот из Украины, основной. Остальные там вот из армейской фельдшера. Здоровенные хлопцы. Да. И один был из Молдавии. То есть вы ничего не делали там? Один из случаев был. Так. Матрос в моторном отделении брился электробритвой. Вот. И как-то его замкнуло. И получил ожог. Все. Вот мы, значит... Вот вы уж, наверное, на нем отоспались. То есть фактически все средства медицинской такой защиты применили... Нет, сначала его надо было вытаскивать с моторного отделения на палубу. Там была подготовлена... Моя задача входят подготовить санитаров. Пять человек, на всякий случай это. Мы с санитаром его подняли, поставили. А он такой шпагат сделал. Там, видимо, электрическое действие это. Вообще. Потом, как обычно, вытащили, оказали помощь медицинской часть. Тут же, на базе медицинской часть. И все, туда забрали. И у меня никакой на корабле работы, как таковой, не было медицинской. Там... Ну, приходилось, наверное, быть дневальным. Там, да, то есть фактически всю вот эту вот... Свою смену я проводил. И матросы меня спросили. Зима там, в Мурманской области. В сентябре уже снег. Может, вы побежите за нас на лыжах? Ну, я говорю, дайте лыжи, побегу. Ну, до этого, значит, база там, база, они в море не ходили. Они тренировались, всегда первые места занимали по лыжам. Командир корабля вызвал меня. Я говорю, подготовьте. Вот, когда мы на базе стоим, лыжники, чтобы выступали в соревнованиях. Я говорю, хорошо, дайте время. И свободные, и четыре человека. Один наш с Украины, потом он, ну, радистом он был на корабле. Один с Барнаула, охотник, маленького тоже роста. И один молодой лейтенант. Только-только пришел на корабль служить. Все вот, мы четверо тренировались, когда свободный час. Это на базе когда стояли. Одни соревнования начались. Утром мы бегали, там, 10 километров. Ну, в те времена дистанции были 10, 15, 30. И весной уже 50 километров. Не было коротких дистанций никогда. Потом это только. И это дали мне солдатские лыжи, и все это... Ну, когда на корабль меня отправили, я учебно проходил в сухопутных войсках на границе с Норвегией. Там озеро, через озеро видно было, как норвежцы стояли, там, 3 месяца. А как присягу принял, через 3 месяца... На корабль послали. Вот, потом я начал вот это, тренироваться с ними. Ну, чем все там закончилось-то? Вот вы подготовили группу. Группу подготовили. Победила группа где-то? В начале соревнования. Командир корабля, это был Духарновый. Это спорт, видимо, любил. Я выиграл 10 километров. Охотник, это, с Барнаула, занял 3-е место. И 2-е место занял с базы, которая служила там на базе, в Московской области. А лейтенант, который только пришел? Лейтенант, ну, тоже за счет команду дал. За счет, но никаких мест особенных. Нет, нет, нет. Не взял, но у него все впереди. Я и вот этот охотник, и радист тоже, он выше меня на голову. И вес где-то, наверное, было 8 месяцев. А я, что, 60 килограмм там, и все. Ну, так 60, это же преимущество. Летали, значит, фактически. А раньше лыжня была одна только, а там снег глубокий. Это сейчас вот лыжни делает. А там одна лыжня. Если догонишь, спрашивают, дай лыжню. Обычно по правилам уступает одну лыжню, а одну оставляет. А впереди меня бежал, я его догнал. Я говорю, лыжню дай, лыжню дай. Не дают, все идет, идет. Я тут обозлился, вышел, пригурка была, верхнюю сторону. Чуть ли не по колене, снегу. Я его достал, рядом, плечом как-то ркнул. Он воткнулся в снег головой там. Говорит, сейчас придет, тебя снимут с соревнования. Иди, попробуй. Я вот пришел, он, конечно, молчал. А потом, после обеда, мы выиграли из Тафетово. Из Тафетово, вот, я последний этап бегал, 5 километров. Выиграли, ну, командира, радости было больше, чем у нас. Все собрал, все так и все. А другой день, я и 15 выиграл, попал я в сборную дивизиона. А с сентября до апреля месяца меня забрали в Петрозаводск. Там все. А на корабле фельдшера-то нету. А все корабли тогда боролись за отличный корабль. Все хорошо на корабле. А вот фельдшера нету. Всегда стояли в удовлетворительной оценке. И когда я уже третий год служил, командир меня вызывал. Три года отслужили на флоте, да, получается? Да. Я потом вернулся. Там на корабль, все это на корабле. И командир сказал, хочешь учиться дальше? Я говорю, хочу вот. На учебу не поедешь, потому что из-за вас корабль отличником никак не может стать это, я говорю, не прикажутся. То есть покусился на вашу профессиональную какую-то такую дорогу? Да. Я говорю, хорошо. Вот когда все это соревнование мы стали выигрывать, он потом вызывает, хочешь учиться? Хочу. Готовься, поедешь. Разрешил. Оценил. Оценил. Ну, у нас с вами, Марсель Муртазович, небольшой перекос. Мы все больше про лыжи с вами говорим, а все-таки аудитория наверняка желает, чтобы мы поговорили на другие темы. Но прежде чем перейти к, в общем, вашей профессиональной стезе, еще один снимочек, где вы на плацу. И я так помню, что это тот самый момент, да, вот вот здесь, когда? Это что, это поступление в институт? Да. Это военные, вот это военные. И вот мы поступали, а тут импровизировали, вот что, команду какую-то, вот стояли. Где вы здесь? Вот в середине, вот в матросской форме, ниже ростом. Ох ты, двое вас, сплота там. Трое даже. Вот в середине, среди них я это. А вы посередке? Да, да, да. Ну, и рассказывайте, ну в институт-то поступили, а на какой факультет? Это что было? Это вообще задумка так в чем была? На корабле я там тоже последний год служил, говорит, может поедете в Санкт-Петербург, где готовили врачей для подводных лодок там, институт там. Так ведь здорово же, заманчиво, не привлекло? У меня было желание и вроде и поступить в медицинский, и в физкультурный институт. Было в Киеве тогда, вот думаю, куда же мне это? Туда или в медицинский институт? Ну, пока служил, это в армии два раза был еще и дома, в деревне. Отпуск мне давали за все это, спортивные успехи. Вот после демобилизации я решил вернуться домой, в Башкирию. Все-таки дом позвал, Урал позвал. Да, Башкирский медицинский институт на лечебный факультет. Экзамены сдал, все. Какие были варианты? Вот кем вы станете? То есть вот к чему специализация-то в чем была? Кто-то ведь сразу нацеливается. Вот хочу быть хирургом и все тут. Я мечтал, конечно, хирургом. Ну, а раньше было как? Это сейчас вот. Вот интернатура там выбирает специальность, и в течение года по этой специальной участии. А тогда было... Интернатура не было. И вот специальность мы, хирургии, учили 15 дней. Акушерство учили 15, гинекология 15. Да, все там понемножку учили. А в конце, после четвертого курса, обычно выбирали специальность, какой, кем, кто будет. Ну, все, значит, я, думаю, буду хирургом, оперировать все это. А лыжи, он как хобби. Потому что лыжи, когда-то все равно кончатся. Лыжи – это навсегда. Движение – это навсегда. Поэтому мы живем. Точно. До сих пор. И все-таки по поводу хирургии. Почему нет? Вот сейчас дальше все это. Когда учились на шестом курсе, а женился я после третьего курса. Давайте покажем ваш ретро-снимочек, где вы вместе... – С Валентиной Аркадьевной. – С Валентиной Аркадьевной. Вот. – Вот. И это после третьего курса я ее видел... – Слушайте, какая красивая пара. Какие вы там замечательные. Одухотворенные лица, романтические. И не сразу скажешь, что врачи. Потому что у врачей, знаете, такой взгляд всегда такой рациональный. – Встретил я ее на лекции. На лекции я ходил, а лекционный зал, как амфитеатр. Я где-то сидел там в середине, выше. А она сидела напротив, на третьем ряду. И в свитере белый я посмотрел на нее. Вот. Она будет моей женой. – Ух ты, ничего себе. – Еще не видел, не слышал. – Знаете, я уже слышал не первый раз подобного рода истории. Вот когда, ну так скажем, заходит и вот чувствует. Вот это моя жена. – Да. – Ну как такое может быть? Вот скажите мне. Ну вот как вы это почувствовали? – Так это не объяснить это. – Нет, так вы объясните, как так не объяснить? – Ну что-то внутри пришло. – Кто-то сказал где-то там что? Или вот как-то вот потянуло сердце? – Вот это внутри что-то, вот, типа, огонек прошел, прошел там, все. – То есть у вас прошел огонек. – Да. – Так хорошо, ладно. – А у нее? – А подойти, я что, в деревне рос, сестры меня воспитали, что женщин надо уважать все это духом. – Ну и поехали в колхоз, там друзья, вот в компанию. Я потихонечку, потихонечку, потихонечку начал все это, познакомился. Стали ходить, гулять. А потом, после третьего курса решили уже жениться. Жили в разных общежитиях. – То есть пожениться поженились, а жили раздельно? – Да, свадьбу проводили в студенческом столовой, ее группа человек 10, и моя группа человек 10, и родители с ее стороны, папа, мама, они приехали, они были это, и все, скромная свадьба. – А они откуда родом? – Они из Шарана, Шаранского района, это… – Ну это тоже Башкирия. – Это Башкирия, недалеко от Октябрьска, там 30 километров от Октябрьска, села Шаран, Шаранского района. Ну и все. Ну, потом она перешла ко мне группу четвертую, у нее была 17 группа там, и все вместе. – Она как-то поменяла свои приоритеты профессиональные? – Она после, пошла она в школу 6 лет, окончила 10 классов в Шаране, поступила в госуниверситет в Уфе на инфак, английский язык. Полтора года проучилась, сказала, что не моя профессия. Оттуда уехала домой, полгода в Шаране, и в следующий год поступила в медицинский институт, когда я после армии поступила, получается, мы вместе поступили. Ну, она там свободно училась почти все время. – То есть, получается, вы вообще одногодки, да? – Она 45-го года рождения, а я 40-го. – То есть, чуть-чуть все-таки вы постарше? – Да. Мужчина столидный должен быть. – Ну да, все по канонам, по традициям. – Ну, и все, и это. Все, дальше, через год у нас родилась дочь. – И вам дали семейное общежитие, как водится, наверное. – Жили они в одной комнате, где было три койки, три женщины, три ребенка, три бабушки. – Ух ты, слушайте, вот оно как. – Маленький. – Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и вообще всех. – Всех. – В этом отношении, то есть, у вас даже до тогда не было своей отдельной жилплощади. – И все, и я в другой рядом общежитие, и все это, пеленки, стылька, все это на моей доле. Я там стирал, гладил, готовенькие им приносил. Они там, получается, девять человек в одной комнате. Бабушки, три дочки и три женщины. Так, от них, словом, жили. – Ну, давайте вот еще один эпизод вспомним. Как раз ту самую фотографию, которая у нас попала на экран самой первой. Тоже не можем. Это опять ведь про ваши любимые лыжи, да? Вот этот вот удивительный эпизод. Вы в профессиональной студии. То есть, у вас опыт, так скажем, посещать телевизионные студии еще с каких времен? Ну, как же, вот-вот вы сидите. – Я обычно любил слушать других, а потом одно-две слова скажу, а потом слушаю. – Ну, по вам вот не скажешь. Посмотрите, вот сидит уверенный молодой человек. – А это почему? Вот важные команды были. Все вот люди, женщины, они ко мне как-то обращались, как я их друг. Я подсказывал им, как надо бежать, как одеваться зимой. Морозы раньше тридцать градусов проводили, а сейчас вот тридцать уже не проводится. И вот я им всегда подсказывал… – Ну, два слова буквально. Чего обсуждаете здесь? Почему вас сюда позвали? – Мы же… Был у нас кинооператор. – Вот для зрителей обязательно нужно сказать о том, что вы сидите сейчас вот со всей своей командой в профессиональной телевизионной студии башкирского телевидения. – Да. – И вас позвали, потому что вы… – Мы вот закончили переход у Фаульяновск там. Вот нас позвали. Это вот руководитель политик, коммунист. – Крайний слева. – В наше время, да. Все, пять лыжников разных курсов там. И вот крайний там тренер по лыжам, это институте преподавал там все это. Все, вот мы отчитывались. – Вот за этот, собственно, переход? – У нас переход был кинооператор, был руководитель коммунист. – Прослушал, чему он был посвящен? – Столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 50-летие образования Башкирии. – Вообще, и шли вы сколько-то там, неделю, да? – Да, там от Уфы до Ульяновска. – Вот это, знаете, на машине-то проехать, даже с севтодня? – Это на Савусом ехали вот оператор, руководитель, тренер. – Сложно было? – Было сложно, потом там буран случился, и автобус отстал нас двое суток, а у нас в кармане по 5 рублей у каждого остановились. Большая, вроде станция, три области мы проходили, Башкирию, Татарию и Ульяновскую область. – Оренбург не захватили? Оренбургскую область нет? – Нет, нет, нет. И это, в магазин заходим, в магазине хлеба нету. – Как водится, шаром пока тихо. – Ничего нету, маргарин есть, и хлеба нету, а там виноводочные изделия нам не надо. – Это фикяска, я помню, хорошо. – А потом вышли на улицу, а у нас это Ленда, у Фавальяна, там одеты, в спортивной форме, и у нас ни одежды, ничего, больше нету. – Вышли на улицу, все люди интересуются, куда. – А вот, за хлебом зашли, там хлеба нету. – Сейчас зайдем в частный дом, может, хлеба дадут. – А в этот дом, говорит, не заходить, там цыгане живут, ничего не дадут. – Мы зашли с соседней, а потом, да, там бабуля, мы раскладываем так и так, вот хлеба нету, она вытаскивает под подушки домашнее печенье, вот это, хлеб, буханка эта, круглая эта. – Там пополам резала, и нам хлеба. Мы маргарину намазали, поели, нормально, все. – И дальше продолжили поход. – А потом она спрашивает, что, пешком идете до туда? Мы говорим, пешком идем. – И все, вторую половину мы не стали брать, конечно. – Ну, конечно, да. – И все, а потом через два дня на тракторе нас, это, автобус, догнали, и дальше мы пошли это. – А руководитель-то, он в каждой остановке, там было восемь остановок в городах, заранее составили это, он читал лекции там, раньше как было, все это же. – С людьми встречался. – Да, и все, и мы шли, и шли. И самое главное, мы приехали в дом, где Ленин это вот, сооружение когда сделали. – Музейный комплекс. – Да, нам туда не пускают. – Шли-шли? – Вот, у нас, говорят, это много туристов, Эстония, Литвы, там, типа, их первую вещь. – А тут какая-то Башкирия. – А тут какие-то лыжники еще приехали, Башкирия. И это нас, там, недалеко от города, там все, на другой день нас утром приняли странно. Мы прошли по этому комплексу, все посмотрели. – До сих пор помните? – Да, и все, и… – Ну, вообще, как вот вы к коммунистическому наследию относитесь? Вы вот на этих идеалах жили и потом переосмыслили это все? Или вы до сих пор коммунист? – Да, конечно, был октябренком, пионером, комсомолом. А когда уже там в армии еще служил, там, смотрю, там кто-то что-то делает, что-то добиться. Поступали, там, кандидатом в партию. – Ну, да. – Ну, меня тоже нашли… – Для карьеры приобретали партбилет? – Да, 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 да. Там все это… Я смотрю, вот он вроде и матерится, вроде и так, и партию. Ну, думаю, зачем мне это надо? Я долго сопротивлялся. В конечном итоге я пришел к выводу. Но, историю надо знать, вот, те люди, те времена, чтобы карьеру себе делать, всегда поступали в партию. У нас даже один, чтобы работать во коем-партии, вот, в Башкирии, он даже из татарина перешел в Башкирино. Потому что каждая республика в своих кадрах, и он поехал, там, в Санкт-Петербург, учился в высшую школу партийную, окончил, добился своего. А я выбирал… – Про таких говорят, знаете, и родную маму продаст, лишь бы получить то, что ему нужно. – В раздетку не пойдешь такими. – Ну, да. – Вот, а все-таки, к коммунистическим идеалам, по сути своей, душа лежит, и вы считаете это все справедливым? Или все-таки это в большей степени вчерашний день, по-вашему? – Нет, вот те, которые вот сейчас критикуют, не было бы вот раньше, как учились все это бесплатно, 10-й класс обязательно, это образование, и учились вот все бесплатно. Они же все равно из этого вышли. Ты что, забываешь свою историю, ты критикуешь все это? Эту историю не надо трогать. Мы это пережили. Я это вот… Ну, как вот, допустим, Сталинград переименовали, Волгоград. Ну, вроде, я не такой вот критик, там, вот, неправильный это. Там все равно Сталинградская битва, это народ, все это. Поэтому я историю не трогаю. – Какая бы она ни была, это история, и ее нужно уважать. Это вот ваш принцип, да? – Да. – Ну, мы подобрались с вами, пожалуй, вот у нас уже, наверное, полпрограммы больше прошло, я не знаю. А мы с вами о главном-то и не поговорили. Вот все подбираемся, подбираемся. Как вы приехали в Полевской? – В Полевской приехали. Первый урок я получил, что то, что главный врач говорит, это не одно и то же. Когда я уже, ну, с супругами там работали, уже второй год пошел, он вызывает нас и в конце ноября говорит, «В декабре месяце не ложите больных плановых на лечение, нету денег на лечение». Ну, я после института, как не слушать главного разница? Есть, пожалуйста, не стал. А в феврале, вот когда отчет они сдают по здравоохранению, ну, кто в феврале, кто в марте, а там в местной газете написано, наш главный врач сэкономил фонд заработной платы и зарплату, столько-то, чуть ли не в тройка призеров в Абашкерии. Я уже тут задумался. А что тогда он говорил, что денег нет на лечение? Противоречия. Я уже там начал. А работали мы там очень дружно хирургами, акушерами-гинекологами, все молодежь, ну, там были со стажем старше нас. Дежурили мы там три человека, акушер-гинеколог, терапевт и хирург. Тогда травматологии отдельно не было, сейчас это последний. А что молодые нам-то? Свободно ночью, мы дурака играли, больной поступает, сам пропустил. Трое вышли, посмотрели, чья это больная. Вот и клали нужное отделение, все это. А потом кого-то надо оперировать. Вот хирургам поступало, допустим, три аппендицита, их оперировать надо. А я что, я всегда просился, где практические, я всегда просился. Я говорю, давай я с вами помою с хирургом. Ну, пожалуйста, два аппендицита он делал, я все ассистировал, а третий он мне давал делать. Я делаю, он ассистирует. Поэтому в практическом отношении я, по возможности, получал там сполна опыта хирургического. А когда после окончания института, раз у нас специализации не было, мы с супругой еще на четыре месяца поехали на первичную специализацию в Уфу обратно. Там два месяца акушерства, два месяца гинекологии. И когда... А вот... А супруга у меня... Почему? Вот почему вот именно гинекология? Почему вот именно эту-то специализацию? Или так по случаю так произошло? Вот когда было распределение, и я там распределения не был, а в это время у нас переход был. Вот жена всю жизнь мечтала акушерным гинекологом быть. Там искали, тут искали. Единственное, что было в Мелиузе, было... Там требуется два акушера гинеколога. А потом я говорю, хорошо, я поеду туда. А там, видно, будет... Нету хирургического места. Пойду по талаганатому работать. Вскрывать все это. Тренироваться и все. Ну, прямо скажем, слушайте, работа такая, специфическая. Да, и этого нету, ставки там. Я говорю, ладно, поехали. Супруга раз у нее больше желаний, чем у меня. Вот я и оказался акушером-гинекологом. Так, и все-таки вот понял сейчас про гинекологию, про ваш приход в эту профессию. А как же вы в Полевской-то пришли? В Полевской тогда было в Вене образцовую больницу делать. По всей области, по всей стране. Неужели здесь захотели сделать точно так? Образцовую больницу, нашу больницу районную. Приехали все специалисты, главные акушеры-гинекологи, терапевты. Все-все-все проверяли, нас проверяли. А в это время я уже написал заявление, чтобы меня еще полгода назад освободили от заместителя. Главный раз все сопротивлялся. Давай, говорит, с дятю поедем в деревню, он уговорит вас остаться. Я говорю, нет, не буду. Все простым акушерным-гинекологом по работе. И мы вот работали полгода. У нас не было ни заведующего, вообще никого не было. Пяток в шерене-гинекологом. Мы между собой составляли графики дежурства, чередовались, кто пойдет в женскую консультацию, кто в стационар. Все спокойно работали, работали. И начальник вам был не нужен. А потом мелочь вот надо делать. А в родильное отделение у нас было 18 коек там. Я хотел это... А ординаторский, вот типа по коридору идет, а в середине роддома ординаторский. А там дежурные ходили, все ходили. Я главному врачу пошел. Я говорю, Иван Федорович, давайте сделаем. Вот палату на палату поменяем. И ординаторский сделаем около входной двери, чтобы никто не проходил. А тут поставим стеклянную перегородку. Не, ни в какой случай. И когда он вот поехал, а там заместителями работали женщины, я там работала. Я пошел, я говорю, давайте так сделаем. А главное, врач, говорит, будет ругаться. Ну, я говорю, скажите на меня все это свалите. Пока он вот был, на перегородке все это сделали. Реконструкцию такую провели. Да, небольшой. И когда дежурные хирурги, терапевты, ординаторские заходят, роддом уже не касаются. Туда никто не заходит. Ну, это вообще-то целесообразно? Да, это все. Вот такие мелочи полно было. А мы... И что-то у вас... Да, не пошло и у хирургов. И он вернулся, и, видимо, вам нагоняй какой-то, нет? Не до этого не было. Он, видимо, чувствовал. А потом мы собрались, там 19 врачей районной больницы, написали медицинскую газету. Просим прислать корреспондента разобраться в наших отношениях к главным врачам. Никаких жалоб, ничего. А эти, когда приехали проверять образцовую больницу, потом собрали нас, общее собрание больничной. И когда главный акушерный гинеколог это выступал, а к акушерным гинекологам никаких замечаний нету. Единственное замечание у них нету заведующего отделением. Все хорошо. А он, видимо, знал, что через источники, что мы написали в газету, да, им на луну только работать. И все. И через две недели приезжает из Уфы комиссия, заместитель министра здравоохранения Башкирии, главный педиатр и мужчина, который на полгода раньше окончил вечерний институт, он участвовал на войне. Мы ее всегда, когда учились, видели отцом института, вот, курса это. И вот сидим, разбирают это, что говорят, акушерей, гинекологи развалили всю эту службу. Там по всем службам проехали, там одним словом нас никто не слышал. Меня спрашивают, вот вы молодой врач, только окончили институт, какие претензии? Я говорю, претензии такой, вот, я хотел чуть-чуть делать, и я там не встречаю, что он меня поддерживает. Ну, такие еще с нашего курса еще был там детский врач, хирург, там все. Я так понял, что и со стороны республиканского начальства тоже не было какой-то поддержки, да, в ваш адресе? нет, там ничего не было. И вы принимаете решение оставить Башкирию и уехать. А потом, вот, все это, раз нас отругали, все это, главного врача, не замечание, что мы развалили эту акушерскую гинекологию, хирурги, все пьяницы, эти времена, помните это? Ну, вы молодой еще совсем, поэтому не помню. Спасибо. В данный раз себя жаловался, вот, пьяница, пьяница, пьяница. Ну, хирурги там были, все, даже сухо иногда оперировали, это, раньше не было, и инструментов, так и как-то, руками все это. Ну, в конечном итоге, ну, видим, что ничего не получается, мы деньги собрали, одного хирурга, во время отпуска отправились в Свердловскую область, потому что в нашем городе работали муж с женой, в станции, окончивший Свердловский институт, и они там уже последний год уже работали, потом они уехали, и все, а мы, вот он приехал к Аминску-Уральску был, в Екатеринбурге, сказал, там, 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 все это, требуется, все это, мы, больше 15 человек, написали заявление, и уволились от районной больницы. А все-таки Полевской, вот, если можно, программа у нас стремительнейшим образом заканчивается, а узнать у вас столько всего еще хочется, все-таки, что сыграло главную, в общем-то, роль в том, что вы попали именно в Полевской? Вот, случай? Случай, все, сказали, в Полевском есть два места акушера гинеколога. кто-то знали про Полевской? Или вообще поехали? А тут в Полевском работал с Сатирошин, патологонатом, а те работали с санкцией, они друзья, с семьями дружили. То есть порекомендовал или что? Вот, Полевской, значит. Первые впечатления о городе, вот, когда вы сюда приехали? Приехали в город, это 70-е были, где-то 15-го, в 72-м году, где-то в середине августа строился последнее здание, вот, где спорттовары раньше был. Дальше города не было ничего, а тут сюда. Приехали, пришли, смотрю, в лаборатории, встречают меня, двоем, мои супруги были, Зинаи Сергеевна, заведующая родильным отделением. Кто такие? Я говорю, Берцемен, как найти? Она говорит, а кто такие? Да, два акушера гинеколога. Ох, как она обрадовалась, сейчас меня отпустят с завязания. Я не знаю, тоже, видимо. Ждала, ждала вас. Ну, и все, потом Берцемены встретились, все это, значит, поселили нас в Красный уголок, там жить пока временно, и поговорили. Прямо в больнице то есть жили? Да, там в больнице Красный уголок был помещение большое, больше, больше, чем это. Там матрасы дали одеваться, покрывать, укрыться, одними словами. В конечном итоге потом нас селили дом приезжих, по Розе Лексенбург там было, на второй этаж, трехкомнатная квартира, нам две комнаты, а рядом Камаловой были семьи тоже однокомнатные, мы там и жили. Все, приехали, началась работа. Вот эта работа тогда началась и вот сколько вы всего проработали? Получается, это... Проработал я вот с 72-го года, потом в 74-м году. 72-го, а закончили? Закончили в 17-м году. В 17-м году, то есть это... Почти... Больше 40-ка. Так даже больше 45-ти даже получается, да? Да, да, да. Давайте посмотрим, фотография есть как раз начало 70-х. Вот это гинекологическое отделение. что сплошь все ваши родные лица на этой фотографии, да? Да. Как работали, скажите? Я сначала работал в женской консультации в Полевском, там, а ко мне никто на прием не шел. Не шел. Да потому что трагичная такая была. Мужчина, ну что же это, вдруг женщина пойдет? Все. Ну, я в день принимал там 5 человек, 3 человека, потом там сказали перевезти сюда в Северную часть, там Мария Михайловна акушерка была туда, а я в сационаре, там на приемы ко мне не идут, а там кто-то поступает в гинекологию. Туда деваться некуда? Там уже поступил раз, куда деваться? внематочная беременность или там киста, срочная операция. До сентиментов. Они меня спрашивают, будешь мыться? Я говорю, пойду, сделаю. Я оттуда раз, туда это оперировал, дальше спустился, женщины и нету все равно. А потом меня перевели в стационар, отправили меня учиться на анестезиолога. Вот, все, я поехал учиться, а там 4 месяца Екатеринбург. Два месяца я прошел, 10 раз интубацию сделал, 9 раз все хорошо получил, 10 раз. А рядом стоит учитель, что бояться-то? Он взял и потихонечку все это. А потом через 2 месяца меня Василий Петрович вызывает, вот, освободились. Заведующий, будешь заведующим. Я говорю, я про себя думал. Ага, заведующий, это значит, я за что-то буду отвечать, но я немножко свободным буду. Ну и сможете что-то реализовать свое. это кого подберу оперировать, там все это. Все, вот и пошло. Я стал заведующим с 74-го года. А так, параллельно у меня везде лыжи были, там спортсмен, ну, Николай Александрович заведовал терапией тут. Врач, дореволюционный врач, что? Ну все, про лыжи больше говорить с вами не будем, потому что не простят нам наши телезрители. А вот сейчас бы мне хотелось показать несколько, ну так скажем, коротеньких интервью с теми, кто вас прекрасно знает, с кем вы очень долго работали. Давайте послушаем, что говорит по поводу вашей совместной работы Ирина Меншикова, Ирина Анатольевна. Смотрим? Давайте. Это врач от Бога, если так сказать. В женской консультации я работаю, если считать все вместе, получается 25 лет. И вот 25 лет, когда я пришла только в роддом и первый раз я с ним столкнулась, конечно, это для меня был шок. Вот в прямом смысле это был даже внешний врач, доктор. все говорил конкретно, лаконично, точно, никаких лишних ни движений, ни слов. Но приходилось и сталкиваться с ним и по работе, и по необходимости, так, что мы все женщины, конечно, специалист, каких поискать. Таких, наверное, сейчас уже и нет. И мы ему благодарны за все, что он для нас. И даже я даже горжусь, что я работала с ним вместе. Ну, я думаю, что приятно слушать такие слова, тем более, что Ирина Анатольевна не была одинока в этом, в этой оценке. Мы прямо сейчас с вами давайте покажем еще одну Ирину, Ирину Мекшину. Ирина Георгиевна. Когда я приехала сюда, Марсель Муртазович вместе с его женой Валентиной Аркадьевной, они уже в это время работали в гинекологическом отделении стационаре. Я приехала совсем еще юным доктором, который только начинал свой путь. И, конечно, поэтому начинала работать и в гинекологическом отделении, и в роддоме, и в женской консультации. Конечно, в гинекологическом отделении я встретила и Марселя Муртазовича, который был на то время уже заведующим гинекологическим отделением, и его жену Валентину Аркадьевну. Конечно, я всегда их вспоминаю с большой теплотой, потому что потом далее мы проработали с Марселем Муртазовичем очень много-много-много лет. И я всегда говорила о том, что смотрела, как он смотрит женщин, как он оперирует, училась у него этому. И всегда говорила, что вот он как-то женщин действительно по-особенному смотрит. И вот смотрела на его руки прежде всего. Мне казалось, что это как-то удивительные руки Марселя Муртазовича, как он смотрит женщин, не только гинекологических, но и беременных женщин. И, конечно, я у него многому научилась. И прежде всего, может быть, какому-то с одной стороны теплому отношению к людям, а с другой стороны врачебному хладнокровию, что в нашей профессии тоже очень важно. Потому что у врача должно быть горячее сердце, но холодная голова. то есть холодный ум. Горячее сердце, холодный ум. Ирина Мякшина только что была в общем-то со своим мнением. Ну, а прямо сейчас у нас будет возможность посмотреть Людмилу Михайловну Попову. Это легенда. Это надежно с ним. Спокойно, сдержанно. Это доктор с большой буквы, на которого можно положиться, который грамотный очень, ответственный, не суетной. Марселия Муртазовича все знают, все женщины нашего города. И рожали у него, и оперировались. Это доктор с большой буквы. Доктор с большой буквы на самом деле дорогого стоит. Людмила Михайловна хочется просто цитировать и цитировать, знает весь Полевской. Сколько операций? Вы вообще никогда не задавались подсчитать хотя бы приблизительно? Нет, я читал, я сейчас скажу это. Но до этого скажу, раньше мы на усовершенствовании вот на два месяца ездили другие города. Казань, Новосибирск, кто Москва, кто Санкт-Петербург, Волгоград. Супруга у меня была в Волгограде, Тбилиси, Санкт-Петербурге, все это, потом Екатеринбург, потому что везде разные. Вот вроде я разрез, одно и то же, не одно и то же. Это вот медицина должна идти вообще не просто там высшее образование это. Человек должен себе поставать на месте больной это. Как больной? Вот это вот чувство такое, если есть, он хороший врач, он и поговорит, он и все это там окажет. И вот когда учился я случайно, ну там Новосибирске два месяца, я всегда стремился идти вот, допустим, я оперирую, сам я оперировал за это время вот тысяча пятьсот операций. Тысяча пятьсот операций. И где-то около этого я стирал семь врачам, кто работал. Они задумывались, а сколько вообще полевчан появилось через ваши волшебные руки? Я не знаю, я делал такие операции, вот женщина вот с Полевского, там она мне забыла вниматочная беременность с одной стороны и наступила и вниматочная беременность с другой стороны. Я вот тоже думал, думал, ну как институт и учился, ну наложил зажим, убрал и полчаса и операция кончилась и операция я вроде сделал, долг выполнил, но мне захотелось вот на этом месте сделать кесарево, как большое кесарево. Вот с этой тоненькой трубой с другой стороны я извлек это, все это почистил, поставил дренаж типа все она забеременела и родила одного ребенка. Вот для меня это я вот делал. А могла бы уже никогда не родить? Да. А тут все-таки появилось чудо. Все правильно. А потом я видел, оперировал, смотрю, ну все времена большая это, оперировать надо. Одновременно у нее и внимачные с одной стороны и узлы это вот. Мы ее, конечно, фотографировали. Вот я собирал вот брюшной полости я вот несколько раз находил спирали, которые женщинам поставили, они оказались в брюшной полости. Там все сокращается, рефлюктор независимо от женщины и вот этот спирал рождается в сторону брюшной полости. Фотографировал, я там не говорю, а потом когда поехал в Екатеринбург главному акушеру гинекологу показал. Вот такие случаи, у меня три случая было, все это. Вы возьмите пожалуйста фотографии, может куда-то журнал напишите, а нам говорят, это не надо. Вот, все не надо, мне тем более не надо, я кандидатски не буду защищать, все это, зачем все это мне. Все вот такие вот, а когда вот в Новосибирске учился, шли на операцию, я всегда говорил, вот сколько оперирую, вот 1500 ни разу не встречал мочеточник брюшной полости, а женщина работала, преподавала нам это, я говорю, давно уже не оперирую, я оперирую, когда вот повторная операция, второй раз, третий раз, говорят, пойдем, я говорю, пожалуйста, пойдем, пошли, и случайно он задел, мочеточник, а там институт, тут же рядом уролог, вызвали уролога, все, стали ставить катетер брюшной полости в сторону почки, и в сторону вывести его через мочевой пузырь, все это, и карнацангом они не видят, раньше же и УЗИ было, все это выщерпывалось, пытаются вытаскивать, я говорю, у вас есть спирали, там крючки для удаления спирали, а он говорит, а зачем, а вот вытаскивать, вот принесли для удаления спирали, там брюши полз, одну сторону катетер держит, а с другой стороны из мочевого пузыря, ассистент там вытащил это, который оперировал, говорит, у вас, тебе статья напиши там, а я говорю, мою фамилию не забудьте, что я подсказал это вам, ну смешно, конечно, я всегда вникал на это, на самом деле, вот, ну вот, вы рассказывали, я с искренним восхищением слушал вас, ничего не понимая, вообще ничего не понимая того, что вы говорите, но искренне, с восхищением, потому что, ну как вот, когда ничего не понимаешь, видишь человека, который в этом разбирается, ну что испытываешь к этому человеку? Только безмерное уважение, особенно, если то, что он говорит, то, что это значит, в конечном итоге выливается, может быть, в человеческую жизнь сохраненную или появившуюся человеческую жизнь, жизнь, когда это внутри себя осознаешь, то, конечно, только преклонение и только пиетет по отношению к вам, к вашей фамилии, которую, я уверен, не только те, вот, собственно, кто писали эту статью, не забыли и отметили там, несомненно, отметили, но ведь вам-то главнее, наверное, все-таки память тех, кто живет здесь, городу, которому вы посвятили большую часть своей жизни, ну и в завершении нашей программы, вот она вот так незаметно пролетела, мы с вами больше про лыжи говорили, а, наверное, стоило бы все-таки в большей степени говорить про ваше основное дело, но по большому счету ваше вот основное дело говорит оно само за вас, можно вот, и вот сейчас я с удовольствием предоставлю вам возможность, собственно, обратиться к нашим полевчанам, к вашим коллегам, к тем, кто идет вашей дорогой сейчас, им наверняка так же, как и вам, так же сложно, тяжело, может быть, даже в нынешних временах тяжелее, чем было вам в свое время, но у вас есть опыт, у вас есть знания, у вас есть, может быть, какое-то напутствие, ну и к тем, кого вы когда-то вот своими волшебными руками приняли, ну какое-нибудь, может быть, обращение ну им точно будет приятно услышать. Вот можно немножко добавить, я вот когда уже все спокойно стало, я стал изучать поведение врачей, которых я вызывал на консультации, хирургов, терапевтов, кто приходит, вот, если бы я сейчас вот Александр Евгеньевич Савиным или Михаил Бричич Бендовский, если бы я во время операции вошел в брюшную полость, с ними я всегда выйду оттуда нормальным. Вот они вот тоже такие врачи, все это, не надо никого приглашать, и все вот, поэтому я вот начинающий врач, который сейчас все лапароскопы, все великолепно делают, готовенько приходят, делают все, высокотехнологические операции, истории дорогие, там все, и когда вот читаешь эту книгу, книги написаны, тот врач, который делает лапароскопию, он должен уметь все виды операции, полостные, владеть должен, вот он пошел, допустим, лапароскопия на операцию, что-то не получилось, и что ждать от Кетербурга кого-то помощи, сколько время это пройдет, поэтому вот это самое главное, они учли, вот, прежде чем идти на лапароскопию, ты сначала учись полостные операции делать, вдруг в районной больнице, где врачей больше нету, и ты застрянешь там все, не сможешь оказать помощь, вот это молодое, чтобы учли это, а всем жителям Полевского, женщинам, женского счастья, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, мужчинам тоже. А тем, кто уже в результате этого здоровья появился на свет, здоровье? Здоровье им тоже. Марсель Муртазович, ну, я вот смотрю на вас и чувствую, что даже вот, да, принципиальный вы, даже вот в деталях, да сказать вам важно мысль, не потому, что вот просто вот нужно это сделать, а потому, что это нужно и вам кажется крайне важным. Будьте таким и дальше. Ну, и, конечно, от всех тех, кто смотрит наш сегодняшний эфир, конечно, я в ответ возвращаю вам ваши пожелания. Будьте и вы здоровы, будьте и вы счастливы, и пусть ваши любимые лыжи как можно дольше радуют вас вот этим самым движением, которое и есть жизнь. Договорились? Договорились. Спасибо вам огромное. Договорились. Всем здоровья, здоровья, здоровья. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова